День науки На этот раз смотри в эфире. Специалисты мировых промышленных предприятий собрались в Казани на специализированной выставке машиностроения. Открыл выставку президент Атарстана Рустам Миниханов. Расширение сотрудничества между участниками машиностроительного рынка. Вот главная тема, ради которой в выставочном центре Казанской ярмарки собрались представители ведущих машиностроительных предприятий. Это одно из самых значимых для региона событий, предлагающие передовые решения для модернизации российского машиностроительного комплекса. Свои последние разработки новейшее оборудование представили специалистам и предпринимателям организации из 14 государств мира. В этом году участники зарубежа два раза больше. Мы искренне приветствуем как наших российских коллег, так и зарубежных. Мы республика машиностроительная и вся эта работа она надолго, потому что без развития, без новых технологий, без новых станков, оснастки, производить высокотехнологичную продукцию невозможно. Об этом знают и в Казанском федеральном университете практикуется широкое использование виртуальных и симуляционных технологий. В инженерном институте активно развивается робототехника. Наш университет, как стал федеральным, все это время мы развиваем инженерное направление в университете. Оно у нас имеет распределенный характер, распределен по всем факультетам. Но есть еще инженерный институт, который координирующую функцию выполняет. Ну, университет очень большой, а вот эта выставка, она и эти мероприятия, которые здесь связаны с машиностроением, они несколько узкозаточенные. Поэтому мы здесь больше позиционируем именно в передовых направлениях. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ-Ньюс. Несколько раз в год в лице имени Лобачевского КФУ проходит День науки, где школьники совершенно разных возрастов узнают для себя что-то новое. Как это было, ты увидишь прямо сейчас. 7 декабря в Казанском федеральном университете состоялся День науки для учащих 7, 8 и 10 классов в лице имени Николая Ивановича Лобачевского. В нашем лицее мы уделяем большое внимание научно-исследовательской работе школьников, наших лицеистов. В связи с этим в течение учебного года неоднократно, несколько раз в год мы проводим День науки. С самого утра школьники собрались в малом зале концертно-развлекательного комплекса «Уникс», где их уже дал профессор института физики Александр Фишман с лекцией «Физика. От простых проявлений к неожиданным применениям». А также Георгий Жуков, который в этот день решил поговорить с ребятами о текотении или о гравитации, с которой, как оказалось, мы встречаемся каждый день. Я хотел показать школьникам, что основа физического исследования – это наблюдение. И вот особенность взгляда ученого состоит в том, что, наблюдая вокруг себя достаточно простые явления, он может найти совершенно неожиданное применение. Также в этот день для учащихся лица имени Лобачевску состоялся показ документального фильма «Тайный мир веществ», который был продемонстрирован в рамках фестиваля актуального научного кино «Фанк». Фильм рассказывается о самом раннем инструменте, сделанном из камня до замены органов электронными механическими устройствами. История развития человеческой цивилизации – это история развития материалов. Ведь сегодня мы более чем когда бы то ни было бы должны использовать их разумно, чтобы решать их с помощью задачи завтрашнего дня. Фильм приглашают в путешествие, где можно встретить деятелей науки, изучающих материалы и раскрывающих скрытные возможности. Задача науки, задача материалов – это в первую очередь увеличение качества жизни человека. И понятно, что протеза нового поколения, какая-то краска, которая на машине поцарапанной зарастает сама, или какой-то предмет, который, если мы слегка его помяли, но нагрели, он изменил свою форму, это будет только в плюс, это будет только улучшать качество нашей жизни. Наука – это самая интересная сфера деятельности человека, которая позволяет нам познать то, что не видно человеческим взглядом. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Поэмы Гомера – центральный текст для всей классической филологии и науки об античности. И с тех пор, как Европа по-настоящему открыла для себя греческую поэзию, гомеровский вопрос всегда был своего рода кузницей подходов к самым древним и не похожим на привычную нам литературную культуру. Об актуальных проблемах гомероведения студентам Института международных отношений истории и востоковедения КФУ рассказал филолог Николай Гринцер. Подробности в следующем сюжете. 7 декабря в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ прошла еще одна открытая лекция. На этот раз перед молодыми историками выступил доктор филологических наук Николай Гринцер с темой «Актуальные проблемы гомероведения». Гомер – легендарный древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Гомера считают праотцом европейской литературы. Однако его авторство ученые подвергают сомнения, начиная с 18 века. Все споры и проблемы относительно происхождения и создания этих поэм принято называть гомеровским вопросом. Их довольно много, и они все такие простые, что приятно. Актуальные проблемы, они долго уже актуальны. Был такой человек Гомера или не было такого человека Гомера? Что представляют собой его поэмы, о чем рассказывают? Есть ли за этим историческая реальность или нет исторической реальности? И на что это вообще похоже в других культурах? Вот это и есть, собственно, основные вопросы гомероведения. «Илиада» и «Одиссея» считались у древних греков символом мудрости, справедливости и духовности. Люди исполняли их на праздниках, начинали и завершали ими процесс обучения. По ним греческие дети учились читать. Гомер стал примером для многих писателей того времени, а также классиков мировой литературы, которые черпали вдохновение у великого поэта античности. На греческую литературу он повлиял целиком, она вся вышла из Гомера и его постоянно цитировали. Ну а что касается дальнейшей европейской литературы, ну слушайте, это тоже в каждом веке свое. Но, скажем, в 20 веке был такой великий роман Джойса «Улисс», который весь построен на аллюзиях к гомеровскому тексту. Если не знать, что было в Гомере, то трудно понять, например, что в этом романе написано. О чем расскажет нам сегодня Всемирная сеть, узнаем в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». Смотрим. Более 220 талантливых детей, победителей и призеров в международных, всероссийских и региональных олимпиадах конкурсов будут честовать на сцене Казанского государственного ТЮЗа. В церемонии вручения премии президента России Владимира Путина примут участие сотрудники телеканала «Универ ТВ». С сентября в Набережных Челнах работает магистратура по управлению талантами. Проект запущен совместными усилиями Набережной Челнинского педагогического университета и Казанского открытого университета талантов 2.0. В Казани стартовали очередные обучающие курсы по проекту «Семьеведение». В курсах задействованы все образовательные организации от детских садов до колледжей, техникумов и вузов. Они проводятся на базе Казанского государственного института культуры. Ректор КФУ провел встречу с экспертом в области мультикультурного образования. Профессор Дина Бирман прибыла в КФУ из США по приглашению университета для консультации по вопросам педагогического образования в рамках САИ «Учитель XXI века». В Казани появилась маленькая Европа. С недавних пор не длинная, не широкая улица «Малая Красная» в центре Казани озаряется с наступлением темноты светом десятков крупных снежинок, словно упавших с неба. Казанский Акбар заступил выездному матчу московскому клубу «Спартак». Матч закончился со счетом 1-0. На Кремлевскую елку в Москву, которая состоится 26 декабря, планируется отправить около 3400 детей из разных регионов России. В сборную Россию по хоккею попали сразу два игрока Акбарса. Защитник Альберт Ярулин и нападающий Владимир Ткачев. В составе сборной они примут участие во втором этапе Еврокубка Кубки Первого канала. Проект «Атаран» запускает акцию «Начни бегать» и открывает череду массовых бесплатных тренировок в Казани, Набережных, Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. В кастинге фестивалей иностранных языков и иностранной песни участвовали сотни студентов КФУ. Основной критерий отбора конкурсантов неизменим. Хорошие вокальные данные, артистизм и отличный уровень владения иностранным языком. Те, кто прошел отбор, приняли участие в фестивале и показали, что умеют и на что способны. Так кому же досталась заветная победа, выясняла Аделя Шмилова. В Казанском федеральном завершился фестиваль иностранных языков и иностранной песни. Мероприятие является ежегодным и проводится уже более 20 лет. Это мероприятие достаточно глобальное для нашего университета, потому что в нем участвуют студенты неязыковых специальностей или неязыковых направлений всего университета. В этом году участвуют 10 команд и представлены 10 институтов. В первый день мероприятия по традиции прошел конкурс стемов, а второй день был полностью посвящен иностранной песне. Не побоялись попробовать свои силы и первокурсники. Для них фестиваль иностранных языков и иностранных песен стал решительным шагом вперед. Я только на первом курсе, и это как-то очень ободряет, то что ты уже всего лишь третий месяц, четвертый месяц учебы, а ты уже выступаешь в своем университете, уже блистаешь, и это очень круто. Компетентная жюри приняла довольно непростое решение. Им предстояло оценить правильность произношения каждого участника, дикцию, внешний вид, соответствие сценическому образу, оригинальность и соблюдение регламента. Итак, победные места в конкурсе STEM-ов разделили команды Институтов социально-философских наук и массовых коммуникаций, психологии и Высшей школы ИТСКФУ. А заслуженное первое место в конкурсе песни завоевала Накимулина Алина, студентка Института физики. Ну вообще, многие участники как бы очень гласисты, и каждый достоин победы, и мы все самые хорошие, я бы сказала. И это даже все-таки не как конкурс для меня, а как какой-то праздник. Как отмечают сами участники фестиваля иностранных языков и иностранной песни, яркое запоминающееся событие в жизни студентов и университета. И весьма отрадно, что из года в год интерес к фестивалю только растет. Аделья Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Улыбайтесь чаще, одевайтесь теплее. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!